евгений компанию ваши уже много лет скажем так последний год идет экспансию другие города вот с точки зрения поиска подходящего ассортимента что самое сложное что но я не могу сказать что какие как задачи меняются то есть мы всегда идем за покупателем да мне кажется самое сложное это всегда правильно слышать слушать и понимать до своих покупателей их потребности они меняются да они там трансформируются что-то добавляется новое что-то перестает быть таким актуальным как было там еще не знаю еще год назад в этом смысле ну постоянно подпиливать ассортимент под нужды под требования под новые задачи покупателей это наверное то с чем мы работаем ежедневно а вот заполучить к себе узнаваемого регионального поставщика но при этом чтобы он производил продукцию под вашим стм насколько это сложно вообще какие то есть кейсы которые скажем вот супер удачные не очень удачные конечно нам наверное как компании которые на рынке уже все таки достаточно известно да мы как бы уже большой ритейл и да я помню как мы уговаривали поставщиков производить что-то под брендом вкусил там семь лет назад или там шесть лет назад конечно это сейчас совершенно другая ситуация сейчас скорее как бы большое количество поставщиков приходит в том что и тех которые может быть еще там два-три года назад не хотели делать под стм вкусу потому что им это было не очень интересно из-за объемов или за необходимости перенастраивать как бы свое оборудование каким-то образом да сейчас эти поставщики уже готовы работать поэтому на самом деле как бы сложнее найти поставщика который бы отвечал всем тем требованиям по качеству по безопасности по отгрузочной дисциплине до которые мы выставляем как требование по частоте отгрузок и так далее а если такой поставщик есть в регионе он там успешно проходит наши аудиты он готов производить под наши требования мы как бы с удовольствием готовы с ним пробовать работать вы жесткие ну мне кажется что по сравнению со многими другими ритейлерами мы не жесткие просто вопрос в чем мне кажется для каждого есть важные вещи да в чем они как бы жесткие какие-то вещи в которых они готовы быть не жесткие мы стараемся быть бескомпромиссными вопросах качества а вот но мы с гораздо большим пониманием можем относиться к каким-то проблемам поставщика связанных например с дисциплиной поставок мы практически не штрафуем собственных поставщиков несмотря на то что на рынке существует такая практика но надо понимать что когда я говорю что мы более как бы терпимо к этому относимся это означает что мы даем возможность поставщику после размещения заказа например прислать корректировку там даже мы понимаем что поставщик производит из свежего сырья если вдруг к нему зашло сырье например не очень высокого качества нам проще что поставщик сам об этом сказал и например сдвинул какую-то поставку чем грузил в любом случае чтобы к нему не пришло боясь получить штраф в этом смысле мы наверное гораздо менее жесткие но вопросах качества да мы можем проявлять жесткость иногда поставщики удивляются что мы можем останавливать какой-то продукт или выводить его на основании рейтингов которые формируются нашими покупателями они говорят но как же так мнение покупателя да значит является настолько сильным да что вы готовы как бы останавливать отправлять на доработку какой-то продукт мы говорим что покупатель это главный наш заказчик да на кого мы работаем поэтому мы считаем что его мнение как раз может быть важнее даже мнение зачастую технологов или продакт менеджеров компании все-таки покупатель в том числе смотрит не только на состав продукта но еще и на ценник вот в ситуации когда цена на полке растет вот вы что делаете как пытаетесь ее сдержать то есть идет речь допустим там не знаю о поиске других поставщиков там которые готовы чуть-чуть там дешевле как-то еще сделать либо вы стараетесь с тем кто есть работать так чтобы всех все устраивало ну мы понимаем что сейчас как бы действительно повышенное инфляционное давление да не первый раз это происходит да мы проходим эти циклы как периодически и ну есть какие-то объективные факторы роста цены против которых очень сложно пойти например импорт и курс валют мы понимаем что в этом смысле действительно есть продукция которая напрямую завязана есть продукция которая косвенно да постепенно как бы дорожает мы безусловно находимся в диалоге со всеми нашими действующими поставщиками но надо понимать что у нас на один и тот же продукт обычно несколько поступков у нас может быть и два поставщика который поставил этот один году product а может эти пять поставщиков да и в этом случае для нас конечно наличие некоторого количества поставщиков которые поставляют в сеть один и тот же ассортимент она как раз позволяет нам находить этот правильный баланс между ростом цен, переговорной позицией в Кусвелло, когда ты не работаешь с монополистом, и у тебя нет такого, что монополист зачастую может воспользоваться общим повышением на рынке и предложить повышение выше, чем то требуется. То есть конкуренция, она, конечно, позволяет в итоге получать лучшее предложение для наших покупателей. Но здесь в любом случае важно искать баланс с поставщиками, потому что мы понимаем, что у них тоже растут издержки, и важно здесь все время искать справедливую цену и находиться в диалоге. А насколько много у вас тех, кого можно назвать небольшими поставщиками? Ну да, здесь надо, наверное, определиться в терминах, кого мы считаем большим, кого небольшим. И кого вы считаете так? Ну, честно говоря, мы отдельно какую-то такую статистику не ведем, сколько у нас там маленьких, сколько у нас средних, потому что на самом деле поставщики растут, они зачастую растут вместе с нами, да, он еще заходил, был маленьким, а сейчас он уже поставляет 10-15 позиций, его можно уже отнести, например, по выручке к средним поставщикам. Безусловно, вкусвелл исторически опирается на мелких и средних производителей. Да, среди нашего, числа наших производителей еще там, не знаю, 3-4 года назад было очень мало больших транснациональных компаний. Хотя мы, безусловно, работали зачастую с региональными лидерами, да, например, там, по молочке, это были там крупнейшие производители, не знаю, Пензы, Липецк и так далее, да, но не федеральные компании, да. Также есть и как бы очень маленькие поставщики. Ну, я думаю, что, ну, порядка 50% это малые и средние компании, да, сейчас уже, конечно, больше, ну, в том числе есть и компании большие. Вы ищете или вас ищут и просят, пустите на полку? Как чаще происходит? И так, и так. Сейчас, конечно, очень много мы получаем ежедневно предложений через наш сайт, да, в разделе для поставщиков, где поставщики как бы заполняют анкеты, отправляют предложения. Это предложение напрямую приходит команде технологов, продакт-менеджеров, бренд-менеджеров, которые управляют той или иной категорией, которые сразу это видят, и в случае заинтересованности уже представители команды связываются с поставщиком. Но бывает, конечно, фокусно, когда мы ищем какой-то конкретный продукт, и тогда уже мы можем, что называется, искать сами поставщика или среди наших действующих поставщиков перебирать тех, кто бы мог сделать тот или иной продукт, которого у нас сейчас нет. Вот если все-таки как-то резюмировать немножко, каким должен быть поставщик и о чем он должен точно подумать перед тем, как вам предложить сотрудничество. То есть, допустим, я помню, что ваш коллега из Яндекс.Лавки, по-моему, жаловался часто в маленьких предприятиях, например, нет человека, который понимает, что такое этикетка, ну, в целом, что кто-то не готов там работать вот так, например. Какие-то вот такие тонкости кухни? Безусловно. Мне кажется, что на самом деле мы стараемся на сайте размещать те требования, которые мы выдвигаем к производству. Технологи при первичном контакте сразу говорят поставщику о тех требованиях, например, к аудиту, которые у нас есть. В целом, конечно, все-таки мы бы разделили производителей, производство и некие такие фермерские истории, где мы говорим про совсем микропроизводство, фермерское хозяйство, которое зачастую может какие-то требования общие для больших производств не иметь возможности соблюдать, они не требуются для соблюдения по законодательству. Все-таки мы работаем с производствами, есть определенные требования и стандарты, которые выдвигаются к производству, по безопасности, в первую очередь, по качеству производства продукции, по хранению сырья, по охлаждению сырья, по логистике. Мы не требуем в части производства, мы не требуем ничего сверх того, что подразумевается в нашем законодательстве. Главное, чтобы культура производства была на высоте. При этом бывают и маленькие очень производители, у которых очень высокая культура производства, они могут соблюдать все эти требования. А бывают и большие производства, где мы видим большое количество рисков и большое количество проблем, связанных с качеством выпускаемой продукции. Все, конечно, зависит от людей. Ну и от собственников, и от того менеджмента, от тех технологов, пищевиков, которые работают на этом производстве. Конечно, кадры – это сейчас общая проблема на рынке, и там, скорее, как бы лучше не становится. Хорошие специалисты, безусловно, встречаются и не так часто, и очень востребованы. А если еще про ассортимент продолжить, вот у вас есть проект, поправьте меня, если правильно, супермаркет, кажется, называется, когда вы предлагаете не только свои СТМ, но и там А-бренды, что-то. Вот насколько эта тактика оказалась правильной, на ваш взгляд? Взять и вот были вы не как все, а взять и чуть-чуть добавить как все. Ну, как бы мы здесь как бы стараемся идти за покупателем. Надо понимать, что когда мы заводили, да, мы это называем супермаркет или там мировые бренды, да, мы эту категорию, то есть здесь у нас есть очень четкие границы, которые мы для себя сразу определили. Первое – в наших оффлайн-магазинах присутствует только бренд вкусовый. То есть у нас не появились бренды других марок, да. А в онлайне, где мы понимаем, что полка может быть длиннее, где мы понимаем, что все равно в онлайне человек хочет в одном месте иметь возможность заказать иногда и продукцию любимых брендов, да, мы как бы сделали такое предложение. И в целом мы видим, что есть спрос. Доля супермаркета, она достигла определенных цифр и сейчас уже как бы не растет, но у нее есть стабильный… Ну, это сопутствующая покупка. У нее есть стабильный спрос. Ну, смотрите, там есть что-то, что мы не можем предложить под своим брендом, первое. Второе – там есть какие-то любимые бренды, вкус которых как бы нравится покупателям. Ну, например, Кока-Колу мы не можем сделать. Кока-Колу сейчас уже вообще не так просто продавать, как раньше, да, она уже… Зато все могут сделать. Вот, ну да, в этом смысле стало проще, но мы понимали, что под брендом Вкусвилл Кока-Кола, да, не может быть, да. Хотя у нас есть Кола, да, другая, немножко с другим составом, но это все равно не та Кола, которую, может быть, многие хотели бы покупать, да. А в супермаркете, пожалуйста, как бы ее можно купить. Или какие-то конкретные бренды, там, макарон, которые как бы нравятся по вкусу нашим покупателям. Плюс для нас супермаркет – это очень хорошая возможность увидеть в каких продуктах или в каких категориях, может быть, мы пока не смогли покупателю сделать под брендом Вкусвилл тот продукт, который бы его устраивал на 100%. То есть зачастую, как бы, мы видим какой-то спрос, да, в супермаркете, мы понимаем, что, наверное, если у нас есть такой же продукт, аналогичный, да, чем-то он нашему покупателю как бы не устраивает. Может быть, вкусом мы не попали, может быть, нам надо поискать еще поставщиков, может быть, нам надо добавить ту позицию, которой у нас сейчас нет в ассортименте. А насколько там широкий ассортимент? В супермаркете у нас сейчас порядка двух с половиной тысяч. Это приделали будете еще? Или ротировать? Нет, наоборот, мы начинали, то есть мы как бы подбирали тот правильный ассортимент, то есть как бы когда этот проект запускался там два с половиной года назад или даже три года уже, да, ему, мы начинали с восьми тысяч позиций, потому что мы до конца не понимали, в каких категориях есть спрос, и постепенно как бы сокращали. Сейчас мы считаем, что две с половиной, там, до трех тысяч иногда с сезонным ассортиментом, это тот максимум, или тот оптимум, да, который как бы нам необходим. Дальше уже в рамках этого ассортимента мы ротируем продукцию. Нету цели завести больше, потому что это учитывает и размер наших дарксторов, и операционную эффективность того количества SKU, которое мы хотим там размещать. Вы сказали, что у вас тоже, как у всех, проблемы, ну, трудности с персоналом, тем не менее, вы в каждом городе, куда заходите, очень быстро разворачиваете свою доставку. Как вообще это у вас устроено? Какой-то алгоритм есть, который уже отработан, и он везде вот одинаковый, скажем, во Владикавказе и там, в Вологде одинаково можно настроить? Ну, для нас доставка это уже какая-то, я не знаю, как гигиеническая норма, да, то есть это там часть нашего бизнеса, да, то есть мы ее не отделяем от открытия магазинов, то есть мы говорим о том, что там в глобальном смысле доставка это уже там приближается к половине нашего бизнеса, поэтому если мы выходим в какой-то город или мы там присутствуем, в этом городе обязательно должна быть доставка. Мы недавно отметили 4 года с момента, когда мы только начали проводить первые эксперименты в доставке, да, и сейчас мы там, ну, один из лидеров на рынке доставки глобально, да, на всей, как бы, России. Поэтому тут, безусловно, это та ценность, да, это то требование, которое, как бы, мы сразу даем покупателю. Но вы уже работаете и своими силами, и с агрегаторами, правильно понимаю? Да, у нас есть агрегаторы, ну, сейчас где-то там, больше 90% это наша собственная доставка, и у нас есть еще партнеры, с которыми мы сотрудничаем, это там Яндекс.Еда, Избермаркет, можно заказать продукцию вкусовую через Тинькофф банк, сейчас еще несколько партнеров подключаются, с которыми мы работаем, как с агрегаторами. Подождите, вот вы зашли, допустим, в новый регион, в новый город, открыли там сколько сразу? Ну, одну-две точки, например? Да. Ну, бывает же так, да? И вы сразу запускаете там доставку? Да, и мы сразу запускаем там доставку. Ну, выгодно и логично так делать? Ну, давайте так, доставка в новом месте, это всегда инвестиция. Здесь вопрос, что мы не смотрим, ну, как бы, понятно, что если вы уходите в новый регион, какое-то время вы должны вложиться, да, в то, чтобы в этом регионе... Чтобы понравиться все. Чтобы в этом регионе, как бы, у вас был успех, да? Вы должны потратиться на рекламу, на продвижение, вы должны расположить магазины в таких местах, где их заметят покупатели. Вы должны начать с ними, как бы, активно взаимодействовать. Доставка, то есть, как бы, при этом там в Москве, ну, условно там, или, я не знаю, там, в Петербурге, да, вкусовало много магазинов. В целом, если вы откроете карту, я думаю, что там ближайший километр, да, вот так или иначе, будет один из магазинов, куда вы можете зайти. А в новом регионе зачастую как бы появляется один магазин или два на город, да, вначале. И понятно, что доставка – это хорошая возможность людям, которые не хотят, например, ехать в центр или на другую часть города, потому что вы к части города еще пока магазин не открыли, иметь возможность иметь доступ к продуктам вкусовым. И в этом смысле, конечно, это инвестиция, которая должна окупиться со временем. Доставка начинает работать при определенном количестве, чистоте, кучности заказов. Ну, как бы, чтобы к ней прийти, вам нужно сначала поработать. Сколько нужно примерно времени, скажем, в среднем российском регионе, чтобы это начало? Слушайте, это очень по-разному, так сложно ответить, потому что мы все-таки смотрим в целом, да, на регион. Нам, в принципе, важно, то есть, поскольку в начале доставка будет осуществляться с магазина, она скорее как бы магазину помогает, да, с выручкой. Да, они друг друга как бы поддерживают. Понятно, что, ну, наверное, как бы там первые полгода вы в любом случае смотрите, да. Иногда вы открываете магазин, вот у нас там последний магазин из новом регионе открылся во Владикавказе, и я знаю, что там как бы большой успех, там магазин сразу показывает очень хорошие цифры по выручке, это значит, что мы попали, ну, в правильную локацию, это значит, что люди нас там знают уже, узнают, с удовольствием приходят, и, конечно, доставка, она в этом смысле поддерживает очень рост этого магазина. Да, если мы увидим, что этот магазин вырос достаточно, значит, мы можем уже открывать второй магазин, а при определенном количестве онлайн заказов, да, уже Dark Store, да, потому что магазины могут выдерживать определенную долю онлайна, да, как бы они все-таки строятся для покупателей, которые приходят физически в магазин, и очень важно поддерживать этот баланс, то есть мы это поняли, когда запускали нашу доставку в COVID, да, мы тоже сначала думали, что у нас же так много там точек, и отлично можно будет оперировать с доставкой с магазина, где уже есть товар, где уже есть продавцы, которые, как бы, могут его собирать, но довольно быстро по мере роста этого бизнеса стало понятно, что покупатели конкурируют со сборщиками на полке физического магазина, это совершенно ненормальная история, да, они не должны сражаться, и нужно уводить, конечно, доставку в темные магазины, да, в дарксторе, и не конкурировать с нашими физическими покупателями, потому что по мере того, как они стали возвращаться в магазины, мы увидели, что им это не нравится, поэтому сейчас магазины, они скорее поддерживают тот бизнес онлайн, который на 85, там, на 86 процентов на дарксторах, магазины только помогают, ну, в том числе и в регионах, да, где пока еще для даркстора нет необходимости. У вас еще есть коллаборации с партнерами в плане размещения там островков или каких-то стеллажей с вашей едой, вот, если можете про это направление еще немножко расскажите. Вообще, у нас очень много направлений, иногда я читаю про то или иное направление, которое мы запустили из прессы, из новостей узнаю, да, открываю, например, ваш ресурс, ритейлер, и читаю, что там вкусвелл начал поставлять продукцию в Киргизстан, например, да, я об этом ничего не знаю, да, потому что у нас очень много команд, да, то есть, как бы мы понимаем, что есть очень много разных инициатив, да, какие-то из них успешные, какие-то неуспешные, наша задача запустить как можно больше тестов для того, чтобы найти те, как бы, каналы продаж, те новые, как бы, проекты, которые в конечном счете могут превратиться, как бы, в большие бизнесы, как-то был, там, четыре года назад микромаркеты, когда мы начали открывать холодильники в офисах, да, это как бы стал большой проект, как, я не знаю, дарк кичины и пекарни, которые мы сейчас открываем на наших дарксторах и которые уже там исчисляются там 80-60 точек, и это тоже отдельный большой бизнес, как направление B2B, которое тоже растет сейчас очень большими темпами, поэтому, когда вы говорите про какие-то локации, да, где расположены какие-то наши там холодильники или витрины, надо уточнить, что это, да, это может быть наша команда B2B, которая сотрудничает с, я не знаю, с кинотеатрами или поставляет продукцию в Кусвелл в авиакомпании, да, где вы сейчас можете заказать, или это наши микромаркеты, которые находятся внутри офисных помещений, да, где вы можете подойти к холодильнику, к открытому холодильнику, выбрать, посмотреть любой продукт и пробить на кассе, или это вендинговые аппараты, еще одно наше направление, которые стоят на различных станциях МЦК, а также тоже в большом количестве офисов, где также есть продукция Вкусвелл, то есть, как бы, слишком общий вопрос получился, то есть, нужно конкретизировать, потому что, действительно, мы очень много экспериментируем, наша идея, да, что мы должны контактировать с покупателем, да, давать ему возможность безбарьерно покупать нашу продукцию, бренд Вкусвелл в любом удобном для него месте, и мы пробуем совершенно разные каналы продаж, которые дают ту ценность, которая нужна покупателю, если ему важно, чтобы в офисе можно было быстро, да, прийти в кухню и там взять быстро нашу кулинарию или готовую еду, отлично, мы идем в офис, если ему нужно на станции МЦК, пока он ждет поезд, я не знаю, перекусить нашими снеками или выпить воды, вот мы опять здесь, доставка там за там полчаса экспресс, пожалуйста, да, маркетплейсы мы также как бы держим там ассортимент, который имеет смысл держать на маркетплейсах, да, чтобы он тоже мог заказать это там в дальние регионы, где, например, вкус его не представлено, то есть в этом смысле мы действительно стараемся быть везде, где это возможно, где это целесообразно, да, где это нужно нашим покупателям. Так, если вернуться напоследок к вашему направлению, вот задачи, фокусы, планы, которые сейчас перед вами стоят, скажем так, на ближайшую перспективу, которые можно планировать? Ну, задач много, ну, мы все-таки как бы, да, хочется как бы сказать нашим поставщикам, что мы за последние, наверное, три года, да, как бы мы проходим, как это каждый год нам дарят какие-то новые вызовы, да, я хочу как бы всех наших поставщиков, текущих, да, и потенциальных, как бы, поблагодарить, на самом деле, за те усилия, которые они прикладывают, безусловно, их талант, как предпринимателей, возможность находить решение в самых непростых ситуациях, оно позволяет и нам расти, как бизнесу, и им развиваться, и вообще, как бы, все-таки, ну, обеспечивать продуктовую безопасность в стране, да, потому что, ну, несмотря ни на все вызовы, с которыми мы столкнулись, мы видим, что продукты на полках не исчезли, разнообразие в целом не пострадало, да, безусловно, какие-то бренды ушли, что нас, как компанию, у которой 95% продукции под нашей собственной торговой маркой никак не коснулось, но, тем не менее, мы видим, что на рынке что-то меняется, уходят какие-то компании, какие-то, новые логистические маршруты появляются, какие-то упаковочные решения, и здесь очень важно все время быть, что называется, настороже, потому что, ну, как бы, постоянно какие-то новые вызовы сваливаются. Сейчас, конечно, на рынке огромный вызов, связанный с персоналом, да, с рабочей силой, беспрецедентно низкая безработица, очень непростая ситуация у всех, связанных с набором, с удержанием сотрудников, не только у нас, наши поставщики также испытывают такие же проблемы, и, конечно, мы желаем всем поставщикам вместе с нами преодолевать эти проблемы, в том, в чем мы можем их поддержать, это в стабильности, в всегда своевременном взаиморасчете, в каком-то развитии, в котором мы можем договориться совместно, мы стараемся как бы поставщиков поддерживать. И очень надеемся, что, как бы, в ближайшее время обойдется без каких-то новых резких вызовов, которые нам опять всем придется решать. Хорошо бы разобраться с теми, которые к нам пришли за последние несколько лет. Это, наверное, то, что хочется пожелать поставщикам, а мы в этом смысле будем продолжать делать ту работу, которую мы делаем, продавать, продавать, заводить, находить, развивать классные, вкусные, натуральные, свежие продукты каждый день для наших любимых покупателей. мы видим, насколько людям важно по-прежнему находить на полках магазинов свои любимые товары, свои любимые продукты, свои любимые вкусы и видеть, что мы постоянно делаем что-то новое для того, чтобы им было еще проще, еще комфортнее. И, конечно, все это очень драйвит нас внутри, как команды, добиваться новых и новых успехов. очень подробно и очень объемно получилось. Спасибо большое.